Вопросы о том, что женщина во Владивостоке, боясь, что она не будет, что она не проживёт полтора месяца, которые ей отпущены на очередь операции, она сделала себе операцию груди. Сама себе вырезала. И вдруг вскрывается, какая дичайшая очередь стоит в Владивостоке, в Приморье. Я сейчас скажу, почему я на Приморье сделал акцент. Нет, дичайшая очередь. Люди не доживают элементарно в этой очереди. Вы обратите внимание, мы же почему-то спокойно относимся к понятию квота. У нас это обычное дело. Я постараюсь, я добыл себе. Люди хвастаются. Не хватило мне квоты. Ну, меня сказали, что ещё год поставили в очередь. И мы к этому относимся нормально. Что такое квота? Вам ярлык на жизнь. Вот тебе есть квота на операцию, а тебе не досталось. И Минздрав даёт пояснение. Если квоты кончились, вы не расстраивайтесь. Вы можете получить её на следующий год. Ну, а если очень вам нужно попасть на эту операцию, то тогда за свой счёт, а потом через полученную квоту вам компенсируют ваши затраты. Что такое квота? Нет в мире, не во всём мире. У каких-то папуасов нет такого понятия квота. Это сидят чиновники и определяют. Ты будешь жить. Ну, а ты уж извини. И ни одного возмущения. Главная забота – добыть квоту. А не возмутиться тем. Ведь в Приморье, какие посыпались письма. После этого дичайшего случая женщина сама себе делает операцию. И после этих цифр, которые были обнародованы. Ну, никто же не возмутился. А как так? И почему я сейчас беру Приморье, хотя можно брать статистику по стране? Ведь официально Путин признал, что на саммит Азиатско-Тихоокеанского региона, когда на два дня приехали главы государства, на два дня, мы потрали теле 680 миллиардов рублей официально. Специалисты говорят, под триллион. Вот эти дикие мосты настроили. Для кого? Для чего? Только для одного. Чтобы Путин, любимое выражение здесь генерала Петухова, блеснул соплей на солнце. Только для одного. Вот такие мы. Или он крутой. А мы дали специалистам эту цифру. Официально 680 миллиардов, чтобы ее пересчитали. И оказалось, что на эти деньги можно было построить 1091 больницу областного масштаба. Со своей кислородной станцией, со всем оборудованием. Вот только на то, что Путин потратил 680 миллиардов на этот саммит, можно было страну покрыть сетью больниц. А у нас что происходит? Как только тяжелая авария где-то, самолеты МЧС гонят больных куда? В Москву. Потому что нет больше нигде этих клиник, специалистов, врачей. Я специально акцентирую внимание на здравоохранении. Потому что, может быть, через здравоохранение мы добьемся, чтобы люди поняли, с кем они имеют дело. Они имеют дело с убийцей нации и государством. Почему? Был Зурабов, как вы помните, который заявил о том, что здравоохранение вообще не нуждается в бюджетных деньгах. Что люди сами заплатят, если им нужно. Помните такое? И вот что? Путин выгнал. Пинкадар? Нет. Он посол на Украине, Российской Федерации. На его место он приводит Голикову. Вообще никакого отношения к здравоохранению никогда не имевшему. Вот здесь приводится целый ряд документов о преступлениях этой дамы, дамы, которую прозвали мадам Арбидол. За то, что она только на Арбидоле сколотила миллиардное состояние. Квартира, которую она купила вместе с Христенко, специалисты подсчитали. Ну не квартира, домик. В одном самом закрытом элитном месте Москвы. Так вот, взяли официально их доходы, которые они указали, указывают у себя. Так вот, мадам Голиковой, чтобы эту квартиру купить, она домик, нужно 37 лет получать министерскую зарплату, ни есть, ни пить, ни тряпки покупать. Так задайся вопросом, ты президент, откуда-то такой шик у министра здравоохранения. А я скажу откуда. Если две фирмы, которые продавали больницам, томографы, счетная палата, следственный комитет доказали, что это было умышленное растранжиривание бюджетных денег. Ну за томограф ценой в 22 миллиона рублей области платили по 122 миллиона. Причем это повсеместно. Я вам скажу, как бывший министр, как это делается. Ты собираешь заявки. На это министерство. Ты собираешь заявки по областям. Потом эти заявки анализируешь и начинаешь вести переговоры с фирмами. Одно дело покупать один томограф, другое дело покупать их 100. Естественно, другие цены, другой контроль и так далее. Почему не делал этого Голикова? Да потому что вот эти две фирмы, которые нажились, это были фирмы, как сказал академик Рошаль, это были фирмы, навязанные областным центром Москвы. Ну понятно кем. И вот когда Голикова, погрязшая в преступлениях сверх головы в этой наживе, тут уже женщина начинает немножко искать валидол, вот, поэтому я не буду вас грузить, как она на крови. В прямом смысле слова институт крови, когда она создала, поставив туда свою двоюродную сестру, торговавшую до этого матрешками и бадами. И как тут же черный рынок заполонился кровью. Что делает Путин? Вот ему кладут на стол документы. Преступница. Он ее четвертовал? Повесил? Выгнал с работы? Нет. Он ее возносит в свои помощницы. Это выше по власти, чем министр. А сейчас она уже без пяти минут. И уже все говорят, как о совершенном факте, председатель счетной палаты. Вы представляете? Воровку! Доказательство у меня в книге. Ее ставят возглавлять высший контрольный орган страны. В русском языке даже таких поговорок нет. Есть там про козла или козлиху, да? В капусте. Но это все меркнет по сравнению с тем, что творит Путин, расставляя кадры. А помните историю со скрынник? Ну вот я президент. Мне кладут на стол объектив. Объективка это две, ну две трети максимум странички биографии. Здесь написано, рекомендуется министром сельского хозяйства. Ну это бумажное дело производства. Вот он читает, президент, скрынник, кардиолог в образовании. Смотрит на заглавие. Рекомендуется министр сельского хозяйства. Ну уже вопрос возникает. Человек с медицинским образованием ставят на сельское хозяйство. Дальше читает. Два года отработала в студенческой поликлинике, два года отработала в заводской больнице. Доктор медицинских наук. Слушайте, ну вот уже тут же надо документы передавать в органы, говорят, ну-ка, ребята, копните ее. Копните того, кто вносит ее мне в министры. А что копать? Если органы к тому времени уже на нее несколько домов накропали, разбазаривание бюджетных денег. потому что она всю жизнь занималась как это называется лизингом. Она лизингом занималась всю жизнь. Пропуская то, что должно было поступать в хозяйство напрямую, прокупая через десятки фирм и наматывая эти деньги. Это такая грязь с ее мужьями, свадьбами, разводами. Он ее ставит министру. Это кадровая политика. Это кадровая политика президента, умышленная кадровая политика президента. О каком сохранении государства говорит Проханов? Кто сохраняет государство? Путин? Путин его разрушает. Вы обратите внимание, Путин, как говорит генерал Ивашов, сцепился с Соединенными Штатами. И он сегодня как воин, почитайте его передовые. Слушайте, а где наши деньги сегодня находятся? Вы представляете? Деньги там, а президент, во-первых, почему ты туда загоняешь эти деньги? А потом специалисты, причем самые авторитетные среди нас доказывают о том, что мы эти деньги уже никогда не получим. На таких условиях мы туда их вложили, что мы их никогда не получим. Ну, ведь первым делом, казалось, разругался, деньги-то хоть вытаскивай, ничего подобного. Перед нами устраиваешь шоу, разыгрывай. И мы опять молчим. так вот, когда мы говорим о том, что Путин сохранил распад государства, я вам привожу второй аргумент, что Путин развалил государство. Это дичайшее расслоение народа. Новый министр здравоохранения в марте этого года на расширенном заседании коллегии сказала о том, что у нас жуткий дефицит врачей, 40 тысяч не хватает врачей, но еще больший дефицит младшего медицинского персонала, медсестер, которых не хватает 160 тысяч в стране. Почему? потому что мы их выпускаем, ну, меньше, чем раньше, но достаточно, хватило бы, но после первого года работы медсестер в больницах остается их меньше 8%. Причина проста. Заработная плата, я цитирую Веронику Скворцову, на расширенном заседании коллегии Минздрава в присутствии премьер-министра. Заработная плата медсестры составляет от двух тысяч рублей до трех с половиной в месяц. Не ставка, зарплата естественно не разбегается. вот вот эту цифру запомнили? Две три с половиной тысячи рублей. А теперь возьмите другие зарплаты. У заместителя вице-президента трасснефти официально, согласно публикованным данным, как они должны отчитываться, заработная плата составила за прошлый год 200 нет 628 миллионов рублей. Это получается, я разделил уже без вас, это получается 2 миллиона рублей в день. Нам говорят, расслоение в зарплате свыше 8 раз это уже предреволюционная ситуация. Какие 8 раз? 2000 рублей в месяц и 2 миллиона в день. Мир не знает такого расслоения. Это вице-президент. Это вице-президент, это не президент. А там тогда какие зарплаты пошли. И мы это терпим. В чем заключается наша борьба? Вот сегодня, когда набирает силу так называемый изборский клуб, созданный администрацией президента, дважды Володин, заместитель, первый заместитель главы администрации, проводил совещание по созданию изборского клуба, где обсуждался даже вопрос, что дать под критику изборскому клубу. Какие моменты? Миграцию дали возможность критиковать. И вот этот клуб, куда вошли уважаемые многим авторитетные люди во главе с Проханом, вот они нам сегодня и проводят эту политику. А если не Путин, то кто? И здесь из зала это уже раздается. А кто слушать? Мы до чего дожили? Это Ивашов задавал нам вопрос. Слушать, это что вот этот подполковничек с его уголовным прошлым это незаменимый стал человек? Так он же при Собчаке успел наработать все статьи уголовного кодекса. А теперь он незаменимый 13 лет он уничтожает страну. он ее грабит создав олигархат во главе государства. Это дичайший рост от 6 миллиардеров до 130 и это что незаменимый человек? Просьба какая к вам? вот возьмите любую статью и комментируйте ее. Приводите и подбирайте под нее цифры и факты. Ну вот к примеру статья 41 каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно. Вот сопоставьте ее с реальной действительностью. А именно на 2014 год без того ничтожно малое финансирование здравоохранения урезается на 65 миллиардов рублей. Это при том что по заключению счетной палаты территориальная программа госгарантии оказания медпомощи в 54 регионах дефицитны в целом на 121 миллиард рублей. Вот вы вдумайтесь что это значит. В большинстве регионов говорится в документах счетной палаты бюджет здравоохранения планируется не исходя из фактических потребностей населения а исходя из финансовых возможностей территории. По данным Росстата это данные на октябрь этого года 45 процентов больниц и 30 процентов фельдшерских пунктов расположены в зданиях неудовлетворительных по своему состоянию. Около 35 процентов медоборудования нуждается в замене. А нас изборский клуб имени Владимира Владимировича Путина призывает к программе Марс Луна. Это программа которая объединит народ и Россия понесется так мы и так туда несемся. У нас вот эта скорость только набирает обороты. Ведь по-прежнему мы не меньше миллиона теряем в год. Мы же все туда несемся к Марсу. А что изборский клуб нас предлагает все это ускорить что? И вот вывод счетной палаты. Задача модернизации отрасли не решена. Хотя из федерального бюджета за два года и страчно эти цели 460 миллиардов рублей. Вот сумма в в в Продолжение следует...